«Свидание с Рамой» – это первый из серии научно-фантастических романов британского писателя Сера Артура Кларка. Первоначально книга задумывалась как самостоятельный роман, но когда после выхода в свет она получила коммерческий успех и одобрение критиков, Кларк объединился с писателем и инженером Джентри Ли для написания трех продолжений. Независимо от Кларка, Ли написал еще два романа, действия которых происходят во вселенной Рамы. История первого романа рассказывает об исследовании загадочного инопланетного корабля, который земляне назвали «Рама» и который появляется в Солнечной системе в 2131 году. Итак, к середине 22 века технический прогресс продолжает приносить свои плоды. Идет освоение Солнечной системы, основанной колонии на Марсе, Меркурии и спутниках внешних планет. А еще после катастрофы, вызванной падением астероида на северо-востоке Италии в 2077 году, правительство Земли создает систему под названием «Спейсгард» для раннего обнаружения объектов в Солнечной системе, которые потенциально могут столкнуться с Землей. И что интересно, реальная одноименная система «Спейсгард» разрабатывалась с 1992 года. И вот в 2131 году астрономы, следящие за системой, обнаруживают крупный объект за пределами орбиты Юпитера, который возник в межзвездном пространстве. Они называют этот объект «Рама» в честь божества из религиозного текста Рамаяна. Ученые решают сфотографировать астероид и отправляют для этого беспилотный зонд, названный Сита, в честь жены Рамы. Фотографии показывают, что этот объект – это не какой-нибудь астероид, а инопланетный космический корабль, и человечество сталкивается с таким впервые. На снимках Рама выглядит как идеальный, лишенный изъянов цилиндр длиной в 50 километров. Оба торца цилиндра были совершенно плоскими, лишь в центре одного из них возвышалось какое-то небольшое сооружение. Диаметр цилиндра был 20 километров, однако на расстоянии, пока не ощущался истинный масштаб, Рама до смешного напоминал заурядную стиральную машину. Поверхность цилиндра была тусклая, коричневато-серая, безжизненная, как у Луны, и лишенная каких бы то ни было ориентиров, кроме одного. Примерно посередине большой оси боковую поверхность пятнал километровый темный мазок, будто что-то когда-то, многие века назад, ударилось и расплющилось об нее. И тогда принимается решение отправить к Раме корабль для исследования. Им становится Эндевр под управлением командира Билла Нортона. Экипажу нужно исследовать Раму, пока она находится в пределах Солнечной системы. Через месяц корабль достигает Рамы, находящейся на орбите Венеры. Осторожно приблизившись, экипаж Эндевра пытается установить связь с пришельцами, но в ответ они слышат лишь глухое молчание. Возможно, инопланетный гость уже давно мертв. Однако, тем важнее будет проникнуть внутрь. Внутри Рамы исследователи обнаруживают нечто вроде отдельного мира с пригодной для дыхания атмосферой, с целыми городами и улицами. Так называемое цилиндрическое море покрывает всю окружность корабля, а на южном конце судна возвышаются огромные металлические конусы. На корабле созданы все условия для проживания в течение сотен и даже тысяч лет. Однако, личность создателей корабля и его назначения остаются предметом загадок на протяжении всей книги. Для того, чтобы пересечь цилиндрическое море и исследовать конусы на юге, член экипажа Джимми Пак использует низкогравитационный скайбайп, который он контрабандой пронес на борт Эндевора. Однако электричество, исходящее от конусов, приводит к удару молнии, которая повреждает скайбайк, и Джимми оказывается на южном конце космического корабля. В ожидании спасателей Джимми замечает крабоподобное существо, которое разбирает скайбайк и выбрасывает его в море. Существо не вступает в контакт с Джимми, пока он исследует местность и берет с собой инопланетный цветок для дальнейшего изучения. В то же время команда, получив по радио просьбу Джимми о помощи, строит лодку, способную преодолеть цилиндрическое море, и приходит ему на помощь. Джимми прыгает со скалы, используя свою рубашку в качестве парашюта, и благодаря низкой гравитации на корабле благополучно приземляется в лодке. Вернувшись на базу, команда обнаруживает множество странных существ, похожих на то, которое Джимми видел на южном конце корабля. Люди находят одно из них, которое кажется безжизненным, и приносят его командиру-хирургу Лори Эрнст для дальнейшего осмотра. Она определяет, что это существо – это гибрид биологического робота, названный биотом, и команда предполагает, что эти объекты – это дроны, принадлежащие создателям Рамы и обслуживающий корабль. За всеми этими действиями внимательно следят комитет Рамы и объединенные планеты со своей базы на Луне. Тем временем, одна из колоний Земли, Меркурий, начинают параноить и представлять себе злобных пришельцев. Они пытаются подстраховаться и отправляют на перехват Рамы ракету с термоядерной миной. Таким образом, они оставляют для себя запасной вариант, то есть возможность уничтожить инопланетный корабль дистанционно, если тот проявит враждебность. Экипаж Эндевора понимает, что это ксенофобский жест, и это не лучшее начало для контакта, а потому производит вылазку. Их план – это размонтировать мину за те 10 минут, пока сигнал с камеры слежения, установленный на ней, доходит до командного пункта на Меркурии. Они не верят во враждебных пришельцев и желают показать человечество с лучшей стороны. Они ставят на это, стараясь не думать о возможности, что паникеры с Меркурия, возможно, правы. То небольшое время, которое имеется у экипажа Эндевора, они тратят на изучение чудес внутреннего пространства Рамы. Они убеждаются, что механизмы Рамы работают, есть энергия, освещение, тепло. Странные роботы ведут текущий ремонт, и не видно только хозяев. Время уже на исходе. Рама приближается к той самой дальней точке своей траектории, откуда Эндевор еще может вернуться домой на Землю. Надо спешить, надо найти разумных существ, которые поймут, что встретили братьев по разуму, и примут решение остановиться на солнечной орбите. Команда совершает последнюю экспедицию в ближайший к их базе город, который они назвали Лондоном, чтобы вскрыть одно из зданий и исследовать его содержимое. Внутри они обнаруживают голограммы разных объектов, включая форму, которая указывает на размер и форму раманских существ, а также на другие объекты, которые, возможно, могут быть использованы в качестве шаблонов для создания разных артефактов. Когда корабль приближается к самой близкой к Солнцу точке своей орбиты, экипаж замечает, что биоты возвращаются в море, где их перерабатывают их водные двойники, которых исследователи называют акулами. При этом свет начинает тускнеть. Экипаж возвращается на борт Эндевора и начинает обратный путь. С расстояния они наблюдают, как рама достигает перигелия и сходит с орбиты Солнца, покидая Солнечную систему. Контакт не состоялся. Пришельцы, а может быть это только автопилот, просто нас проигнорировали. Свидание с Рамой — это прекрасная книга, отличный образец строгой научной фантастики. В ней нет бесплодных домыслов, все научно и обоснованно, но вместе с тем с выдумкой и фантастически интересно. И пускай пришельцы улетели, не заметив нас. Но все равно, они ведь существуют, значит мы еще с ними встретимся. Основной пафос научной фантастики Кларка, прекрасно продемонстрированный и в данной книге, это вера в науку, прогресс и возможности человека. Но на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. И пишите свои книги для пересказа в комментариях. Я обязательно все прочитаю. И не забывайте подписываться на мои соцсети, а также другие хостинги, где я выкладываю свое видео на случай возможной блокировки. Кроме того, у меня есть Бусти и Спонсор, подписавшись на которые, вы получите ранний доступ ко всем моим видео, а также другие бонусы. И спасибо Стефану Хрусту, а также всем тем зрителям, которые покупают платную подписку на Спонсоре, Бусти или Ютубе, и тем самым поддерживают меня материально. А также спасибо всем донатерам. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Всего доброго.